приветствую вас друзья меня зовут Денис Борисов вы находитесь на канале fit4life.ru сегодня мы будем разговаривать про одно из важнейших упражнений для мышц спины которые называются тягота грифом это упражнение достаточно базовая но хорошо вовлекает работу мышцы спины позволяет набирать такие массивные объемы тем не менее это упражнение на мой взгляд проще чем классическая тяга штанги в наклоне потому что по одному из направлений по одному из векторов у нас снаряд зафиксирован то есть штанга у нас может двигаться в различных направлениях вверх вниз влево вправо а т гриф же у нас не может двигаться вверх вниз потому что он зафиксирован соответствующим креплением в чем преимущество в чем недостатки этого упражнения преимущество в том что мы можем взять больше вес не очень сильно не так сильно заботиться техники как в тяге штанги наклоне потому что техника выполнения этого упражнения проще понятным причинам да так как у нас работает меньше стабилизирующих мышц а тем не менее тоже это упражнение нужно изучать нужно пробовать различные модификации базовые правила такие же как во всех тягах то есть обязательно первое что вы должны помнить это то что ваша поясница всегда должна быть прямой всегда должна быть прямой должен быть даже прогиб в пояснице если наша спина хоть чуть-чуть начинает круглиться соответственно наши мышцы спины не могут сокращаться полноценного время выполнения упражнения для того чтобы наша спина всегда была прямой нужно чуть-чуть сгибать ноги в коленях и отставлять ягодицы назад когда мы это делаем мы стали когда мы делаем ноги прямыми разгибаем в коленном суставе нам наклоняться вперед тяжело и мы начинаем круглить спину если же мы чуть-чуть колени сгибаем то нам проще оставлять ягодицы назад и проще сохранять необходимый прогиб поясницы есть прогиб есть сокращение нужных мышечных групп это первое что нужно помнить во время выполнения этого упражнения по поводу ближе даже ближе дальше находится снаряд это не столь важно потому что вы ограничены в своем функционале двигать снаряд ближе дальше единственное что вы можете попробовать если работаете на этом тренажере вы можете подойти ближе или дальше не то есть поставить ноги либо подальше либо поближе но это обязательно нужно использовать в комплексе потому что если вы поставите ноги слишком близко к снаряду во время его поднятия вверх он может биться о части вашего тела и это может быть неудобно вы должны подобрать такую позицию при которой у вас максимально большая амплитуда движения и максимально качественное сокращение мышц спины следующий момент по поводу хвата в общем то все то же самое действует что и в тяге штанги в наклоне чем уже хват мы используем тем больше у нас включается в работу бицепсы чем шире хват мы используем тем больше они выключаются из работы но с другой стороны чем шире хват мы используем тем короче нас амплитуда движения соответственно наши мышцы меньше сокращаются в принципе то есть понимаете берем хват шире вроде бы нагрузка идет более фокусирована на мышцы спины но она идет в меньшем размере за счет того что сократилась амплитуда движения снаряда то есть мы должны подобрать оптимальную позицию для этого мы должны попробовать различные хваты различную ширину и подобрать оптимальную и так что мы поняли спина у нас прямая ноги мы подбираем комфортную позицию ближе дальше для того чтобы они не мешали нам хорошо тянуть снаряд выдох на усилий верхние точки у нас пиковое сокращение то есть берем снаряд поднимаем выдох выдох набрали воздуха растянули мышцы спины выдохнули смотрите в нижней точке я не кидаю руки вниз то есть небольшой прогиб в локтевом суставе мне сохраняется и вся эта нагрузка висит на мышцах спины вот мышцы растягиваются в нижней точке вот они сократились вот растянулись не кидаем это очень важный момент на начальном этапе его очень сложно понять кажется как это так вроде бы я до конца не разгибая руки в локтевом суставе значит у некоторых там бицепсы начинают сокращаться но если вы будете стараться если вы будете думать фокусированной именно мышцах спины то вы придете к такому ощущению когда в нижней точке вас будут растягиваться напрягаться мышцы спины это очень важно таким образом у вас получится что на протяжении всего движения у вас напрягается то что нужно вот ну по поводу хватов вы поняли может быть вам понравится вообще параллельный хват вот есть вариант когда ручки находятся параллельно соответственно при таком хвате вас больше работает плечевая мышца то которая под бицепсом хорошо подрабатывает бицепс в общем нужно экспериментировать нужно подбирать оптимальную позицию помните о том что и на прямая амплитуду старайтесь делать как можно больше в нижней верхней точке делайте паузу в нижней точке для того чтобы растянуть мышцы спины а верхние точки для того чтобы их сократить это тяга авто грифа детка а Продолжение следует...